Дополненная реальность – это технология, накладывающая смоделированные компьютером цифровые слои данных на существующую реальность. Основная цель – сделать реальность более выразительной, многофункциональной, улучшенной и яркой. Термин «дополненная реальность» был предложен исследователем авиакосмической корпорации Boeing Томом Коделл в 1990 году. Одним из первых использований технологий дополненной реальности является 1998 год, когда компания SportVision использовала систему First in Ten во время трансляции игры NFL для того, чтобы отобразить желтую линию на поле. Развитием этой технологии стали Google Glass, очки, где на стекла выводится самая нужная информация, подсказки навигатора, напоминания, новые сообщения, прогноз погоды и уведомления. Если же вы уже играли в Pokemon Go или использовали фильтры для лица в Snapchat или в Instagram, значит вы уже в принципе знакомы с самыми примитивными формами дополненной реальности. На сегодняшний день в сфере дополненной реальности далеко продвинулась компания Microsoft, разработав HoloLens. С помощью HoloLens вы можете потреблять контент совершенно новым способом. Например, общаться с людьми по скайпу во время прогулки и параллельно просматривать видео в YouTube. HoloLens сканирует окружающую у вас среду в режиме реального времени и адаптирует под это среду информацию и функционал, который вы хотите использовать. Например, если вы бросите виртуальный мяч на стену вашей комнаты, он отскочит от нее, как отскочил бы реальный мяч. Но это также простые примеры применения. Намного более интересно разместить на вашем столе целый уровень виртуальной игры, вроде Minecraft, и управлять этим пространством, как вам захочется. Все это возможно благодаря пяти камерам, встроенных в эту гарнитуру, акселерометру, гироскопу, дополнительным сенсорам и движку Unity, специально разработанного под HoloLens. Как говорит создатель HoloLens Алекс Кипман, создание голографических элементов требует анализа и обработки терабайта входных данных в секунду, что на самом деле очень много. Назревает вопрос, как такая маленькая гарнитура может обрабатывать такие объемы данных за такой короткий период времени. Дело в том, что скорость развития компьютерных вычислений растет экспоненциально. Как мы и объясняли в первоначальных выпусках, мощность компьютерных процессоров увеличивается в два раза каждый год. При этом стоимость технологии падает. За счет этого и удается добиваться такой вычислительной мощности. В общем и целом, за процесс обработки данных в HoloLens отвечают чипы CPU, GPU и HP. А главный конкурент Microsoft в этой сфере – компания Magic Leap. С 2014 года в Magic Leap вложились Google, Alibaba Group, JP Morgan, а также крупные венчурные фонды. Но у такой технологии на сегодняшний день есть свои недостатки. Самый большой недостаток – это маленькая обозреваемая площадь. Все генерируемые голограммы и цифровые объекты видны в сравнительно маленьком квадрате. То есть, если вы подойдете близко к цифровому объекту, вы не сможете увидеть его целиком. Только определенную его часть. Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на чипы HP, так как данная технология только-только появилась на свет. Также из-за большой мощности процессоров, время автономной работы таких гарнитур оставляет желать лучшего. Эксперты в этой области верят, что в ближайшем будущем технология дополненной реальности полностью заменит компьютерные и мобильные устройства. К примеру, в офисе Magic Leap сотрудникам уже выдают такие очки взамен на стационарный персональный компьютер. Разработчики понимают, что еще предстоит колоссальная работа над QX и UI. Но в конечном итоге технология дополненной реальности будет одинаково полезной при проектировании ядерных проекторов, так и в образовании. Apple также не отстает от тренда. В сентябре этого года, прямо в середине презентации iPhone 8, нам показали длинные сегменты о дополненной реальности и демо от разработчика игр. А это явное указание на то, что компания расценивает эту технологию как одно из ключевых преимуществ своих новых телефонов. В мае Apple выпустила ARKit – набор инструментов для создания приложений виртуальной реальности. По оценке аналитиков, объем рынка виртуальной и дополненной реальности составляет несколько миллиардов долларов, но к 2020 году будет составлять более 150 миллиардов. В ближайшем будущем нам будут доступны такие функции, как распознавание объекта и 3D эффект. То есть вы сможете узнать определенную информацию о каком-то продукте, просто снимая его на камеру, а также заполнять окружающее ваше пространство 3D эффектами. Уже очевидно то, что технология дополненной реальности в скором будущем станет неотъемлемой частью нашей жизни. А на этом у меня все. Если вы хотите, чтобы мы отсняли следующий влог на интересующую вас тему, то пишите в комментариях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok